Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на повестке дня два вопроса. Первый, М60 в запертых контейнерах и каким образом у меня есть маус, при том что нет маушенина. Итак, ребят, давайте все по порядку. Первое, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, пишите свое мнение по поводу тематики в видео. Я вам буду безумно благодарен за поддержку моего канала в его развитии. Спасибо вам большое за просмотр, ну и за то, что подписались на канал. Итак, ребят, разработчики выложили на продажу ключи от запертых контейнеров. Ключики вы можете приобрести себе как за голду, так и за реальные деньги. За голду 1000 золота. Я не знаю, честно говоря, дорого или дешево. Для меня дорого. Я объясню сейчас почему. Дело в том, что я очень сильно не люблю котов в мешке, да еще и неизвестно, есть ли там этот кот. Если бы этот кот там точно был и ты его достаешь, ну тут еще вопросов особых я не имею, да, вот как с мистическими сертификатами. У тебя есть мистик в руках? Значит, стопудово какая-то машина у тебя будет. Здесь же у тебя есть вероятность выпадения в 3%. Контейнеры вы будете получать с какой-то там вероятностью, но я думаю, что сыпаться эти контейнеры будут практически после каждого боя. И вот из контейнера, если вы купите себе ключик или несколько ключей, вы можете с вероятностью в 3% получить М60. Можете получить, если М60 вам не выпадет, гарантированно одну из трех следующих наград, а именно до 30 частей сертификатов на М60, на Калибана, на Т-77, Объект 274А и на Рампанзера. Если это вам не упадет, а мне кажется, что это, скорее всего, и не будет особо часто падать, то с высокой долей вероятности вы получите сертификатчики на свободный опыт, вы получите до 100 единиц золота, скорее всего, 500 выпадать будет крайне редко, и получите в районе где-то 10 бустеров на золото. Но это мое предположение, напишите, если вы открывали, что упадет вам, потому что вот в эти вот до 500 и до 20 бустеров я, ну, слабо-слабо верю. Поэтому, скорее всего, выпадать будет какая-то мелочевка, ну, и, понятное дело, будут выпадать бустеры. Вот этого вот однозначно не жалко в игре, поэтому сыпаться они будут очень даже себе бодренько. Что касается М60, машина довольно-таки интересная, в то же время, как и неинтересная. Интересная она почему? Ну, сейчас перейдем, посмотрим сравнительную табличку с другими машинами 10 уровня. По заявленным характеристикам средняя бронепробиваемость 255 единиц вполне достаточная. Скорострельность 8,8 выстрелов в минуту, ну, грубо говоря, все-таки 8, ребят, полноценных выстрелов в минуту вы сможете делать. Тоже довольно-таки неплохо. Заявленное время сведения и разброс вроде бы неплохие, УВНы довольно хорошие. Ну, короче говоря, вроде бы как бы машина должна быть, я бы сказал, интересная. Броня у данной машинки выглядит вот так вот. Выглядит она довольно неплохо, намекая на то, что отыгрывать на данной машине необходимо будет нам с вами от башни. Здесь броня с приведенкой довольно неплохая, там за 300 с копейками зашкаливает. Что касается прямой брони, то 194, поэтому в целом, ребят, если при прямом попадании под 90 градусов к броне снаряд будет входить, то, соответственно, вы отхватите урон, если же все-таки будет по касательной, то, соответственно, будет срабатывать приведенная броня и вам фортанет. Но есть одна проблема. Есть вот эта вот ком башенка, которую однозначно будут выцеливать. Есть вот это вот место, как только вы башенку чуть-чуть отворачиваете, вот сюда вот стопудово будет прилетать. По крайней мере, я М60 именно сюда и пытаюсь выцеливать, когда они от башни играют. Жду момента, когда парень немного башню довернет. Есть вот такие вот прикольные, я бы сказал, очень, ребят, прикольные углы склонения верхнего бронелиста, которые с приведенкой дают 277. То есть, в принципе, от неровностей отыгрывать будет очень-очень даже комфортно, очень даже приятно. Нижний бронелист состоит из вот таких вот меняющихся по толщине частей нижнего бронелиста, начиная от 200 и заканчивая самым тонким 171 с учетом приведенки. Ну, понятное дело, что поскольку это СТ-шка, то по бортам и по корме это сущий картон, в частности, в корме всего лишь 26 миллиметров. Короче говоря, влетать будет, мама не горюй, даже если вдруг чего, вот здесь вот сверху 37 миллиметров, поэтому фугас, прилетающий вниз вот сюда вот башни, довольно-таки не кисло сюда заходит и довольно-таки часто критует машину. То же самое касается и перед камь. Если вы не можете М60 пробить с морды лица, как я это называю, бейте фугасом в основание башни. Вот сюда вот, отбрасывая фугасные снаряды, вы однозначно наносите урон через вот эти вот крайние-крайние скудные планочки брони. 37 миллиметров, 42 миллиметра. Поэтому, если у вас в районе 40 миллиметров пробития фугасом, кидайте вот сюда вот и будет вам счастье, потому что урон сюда будет заходить однозначно. Можно даже кепку не выцеливать. Что касается того, как эта машина выглядит в сравнении со всеми остальными. Всего на 10 уровне СТ-шек 7, из них 2 премиумных машины, М60 и 121Б, все остальные коллекционки. Корой я сюда поставил только потому, что есть в списке, но по факту необходимо убрать данную машину, поскольку она является орудием барабанным в данном бою, обладая анецикличной пушкой. Поэтому давайте ради чистоты эксперимента коро отсюда уберем, ну и соответственно будем уже рассматривать таблицу без него. Что касается ДПМа. ДПМ, я бы сказал, уступающий, ну не сильно существенно, но заявленный ДПМ уступает только компанзеру 50Т, всем остальным ребятам не уступает, ну и ненамного уходит. 3.512, 3.505. Короче говоря, в принципе, рядом находится абсолютно, поэтому сказать, что это прям ДПМная машина, нет, не ДПМная. Пробитие, да, вопросов нет, на 5 мм больше, чем у всех остальных. Альфа 350, который особо не удивишь, как минимум трое на 10 уровне обладает данной альфой, я бы сказал, абсолютно нормальное значение. Ненормальное значение, вот 310 можно было бы сказать у Т-22СР, но ребят, здесь совсем другое время перезарядки, совсем другое количество полных выстрелов в минуту, поэтому в сравнение однозначно тоже не идет. Что же касается всего остального, в чем-то преобладает, в чем-то чуть хуже. Скорость у машины действительно посредственная, по сравнению с другими одноклассниками всего лишь 50 вперед, тогда, когда все остальные имеют от 55 и заканчивая 62 км в час. Я думаю, что М60 именно из-за этого многие не любят, потому что свилять на ней, я бы сказал, сложновато. По крайней мере, для меня М60 в бою не является такой машиной, которая может прям, бац, сорваться с места и убежать от меня, как у соперника. Доходность всего 81%, что не то чтобы намекает, а прямо говорит о том, что это не фармер. Это больше машина, на которой, если вы умеете играть, вы будете просто получать удовольствие, ну и, соответственно, вы можете, не знаю, там, с помощью данной машины, возможно, тащить свою стату. Я не гоняюсь за статистикой, поэтому мне сложно сказать, хороший ли это статист или нет. Да и, честно говоря, М60 я в своих руках держал буквально несколько раз, и такого, знаете, четкого прямого мнения, честного, по машине сформировать я не смог. Но смогли сформировать вот эти вот ребята, которые играют на машине. Не сильно доверяю вот этим цифрам в таблице в отношении процента побед, но все же 55% тогда, когда на, допустим, 121b 52%. Как я понимаю, если одинаковое количество игроков играет с такой существенной, я бы сказал, разницей по количеству побед, то, наверное, все-таки М60 лучше, чем 121b, ну и, соответственно, я бы, допустим, тогда от М60 не отказался, потому что 121b у меня есть, я на нем играю периодически, особого удовольствия, как правило, не получаю. Ну и, соответственно, для себя на данный момент понимаю, что М60, скорее всего, машина все-таки поинтересней, чем тот же самый 121b. Покупать или не покупать ключи от контейнеров, безусловно, ребят, решать вам. Но для меня ценник кусается. Я лучше возьму, да и куплю себе конкретную машину, которую выставят на продажу, которая мне изначально нравится, и я ее хочу. Для того, чтобы достать отсюда М60, допустим, в тех же самых частях, все равно придется попотеть, забрасывать либо real money, либо голду, для того, чтобы выбить себе части, а части навряд ли будут выпадать из каждого контейнера, соответственно, я думаю, что минимум десяток контов купить надо будет, ну и, соответственно, 10 тысяч голды минус. Мне кажется, что лучше за эти 10 тысяч голды купить конкретную машину, которую вы видите перед собой. Ну и, ребят, второй вопрос, который был у нас на повестке дня, это каким образом у меня в ангаре есть маус, и при этом у меня нет маушенина. Да, ребят, вот такой вот парадокс. Маушенин у меня не открыт. У меня открыт маус, и у меня открыта выкашка. Маушенина я пропустил. Многие задают мне вопрос в комментариях, как так, как так получилось, читер ли я и так далее. Нет, ребят, никаких читов, все очень просто. Дело в том, что раньше ветка данная была абсолютно другой. И вот эти вот две машины, ВКМ-101 и Маушенин, они были добавлены гораздо позже, чем у меня появился маус. Маус был одним из первых, кто появился из десяток в моем ангаре. Было это очень давно, лет эндок 7 назад. Вот так и получилось, что маус у меня в ангаре остался, а ВКМ-101 и Маушенин появились в игре позже. Ну и, соответственно, мне не пришлось их выкатывать. Парадокс, не знаю, фарт, да, однозначно, потому что выкатать на Маушене Мауса, я бы сказал, занятием то еще. Довольно-таки неприятное. Вот так вот, ребята, и получается, что ранее открытая машина может избавить ас от страданий и мучений в данной игре. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на него. Ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!